итак всем добрый вечер приветствую вас на мастер-классе меня зовут евгения липатова я художник иллюстратор преподаватель и арт-блогер сегодня мы с вами нарисуем вот такую вот вкусняшку хэллоуину все рисуют страшилки всякие а мы с вами будем рисовать вкусняшку вот не только страшилками как говорится полница вы давайте сейчас подождем всех тех кто сегодня присоединяется к нам на мастер-классе добавляйтесь добавляйтесь друзья мои я пока что расскажу в чем я буду рисовать чем я буду рисовать значит вот эта иллюстрация которая вам показываю то есть это наш пример с вами сегодня да она была сделана в скетчбуке малевич с бумага-бристоль такой у меня новенький совершенно скетчбучек тут собственно вот эта иллюстрация еще вот капкейк это мы рисовали у меня в профиле в прямом эфире вот но сегодня я буду рисовать в своем авторском скетчбуке джен лепард у меня вот такой вот есть скетчбучек вы пожалуйста кто со мной не знаком заходите ко мне в профиль вот здесь вот я показываю пальчиком джен лепард джен лип . art и также есть еще профиль моей школы джен лепард нижнее подчеркивание school поскольку я уже как я сказала да что я еще преподаватель я даже на это в первую очередь художник преподаватель вот я много рисую маркерами и больше сейчас даже рисую еще на планшете на айпаде учу этому у меня есть как базовые курсы по рисованию маркерами и на айпаде так и уже более продвинутые в общем вообще специализируюсь на новичках поэтому сегодня получится у всех даже если вы никогда не рисовали маркерами я вижу что нас уже добавляется народ пожалуйста напишите мне в комментариях до запись обязательно будет напишите мне пожалуйста в комментариях кто сегодня будет со мной прямо рисовать то есть не просто смотреть а именно вот рисовать рисовать напишите мне пожалуйста комментарий я обязательно отключу когда мы с вами начнем рисовать чтобы они вам не мешали все видеть так вижу пальчик вверх спасибо большое за сердечки жду ваши комментарии друзья кто сегодня со мной вместе рисует ну давайте хотя бы не комментарий хотя бы просто либо пальчик вверх либо какую-то ручку мне пошлите либо смайлик веселенький вот вижу вера привет это мои ученики очень приятно всех здесь видеть я после эфира окей да друзья мои фирмы сохраним обязательно здесь в аккаунте doodle and sketch он сохранится поэтому если вдруг что-то не увидите или что-то пропустите то сможете потом посмотреть в записи хорошо так давайте дальше тогда расскажу про скетчбук я уже сказала у меня в скетчбуке двухсторонняя бумага раньше я выпускала свои собственные скетчбуки и с односторонней и с двухсторонней бумагой у меня был интернет магазин свой но потом я решила всю себя отдать своей онлайн школе дженли партскул заниматься больше уроками и магазин мы закрыли поэтому скетчбуки я перестала производить и рисую сейчас в скетчбуках собственно известных производителей да это у нас макс гудс это малевич и так далее вот чем еще буду рисовать конечно же буду использовать сегодня простой карандаш у меня кахенур hb самый мой любимый будет ластик от малевича и будет клячка кахенур использую и то и другое для line art а буду использовать линер от юни пин вот такой вот черненький водостойкий толщиной 01 для бликов буду использовать белую гелевую ручку sakura jelly roll номер 10 они есть номер пять номер восемь и вот номер 10 она сама такая толстенько получается хорошие блики такие плотные достаточно и ну и конечно же нас с вами любимые маркеры у нас сегодня замечательная такая оранжево-коричневый очень теплая палитра я буду пользоваться маркерами touch вот так вот они выглядят кто сегодня впервые может быть есть кто не знает что такое маркеры на место кажется что на весь наш рунет уже знает что такое маркеры это спиртовые маркеры то есть не акварельные не водные да у них есть вот такой вот наконечник мягкое перо кисточка и есть вот такое вот жесткое перо мы сегодня порисуем может быть и тем и тем посмотрим как вот так вот друзья мои так ну что давайте наверное тогда не будем тянуть и у нас с вами всего лишь часик даже уже осталось 55 минут я прям вот очень надеюсь что мы уложимся с вами в час чтобы нас было одно полноценное видео напишите мне пожалуйста в комментариях плюсики если вы у меня сейчас хорошо слышите и видите и готовы собственно смотреть мастер-класс жду ваши плюсики так есть плюсик хорошо а то что так все затихли я уже подумала что мало ли что вдруг отлично ну хорошо для мы все давайте я тогда выключаю комментарии я включайте буду периодически когда мы с вами будем подходить какому-то знаете такому переломному моменту да и нам нужно будет с вами ну мне нужно быть по камере услышать от вас что у вас все хорошо итак давайте начинать значит референс ребята из doodle and sketch и публиковали вчера в stories насколько знаю он должен там быть вот в любом случае референс выглядит вот так это такой вот коллаж почему я сделала имя коллаж потому что саму кружку я беру вот отсюда яблочко мне понравилось вот здесь такое светленькое а сливки я вот сюда вот подсматривать буду вот поэтому мы будем рисовать как бы с такого знаете коллажного до референсом это на самом деле хорошая штука когда вы не хотите на сто процентов копировать фотографию собственно это же не интересно у меня здесь разворот поэтому я немножко кружку расположу правее может быть слева потом что-нибудь напишу и для начала я намечу не сверх давайте это сделаем это нужно для того чтобы наша кружка с вами полностью вошла формат собственно кстати я не сказала друзьям и формат у меня достаточно маленький это на ладонник то есть одна его часть буквально вот чуть меньше ладони да то есть вот так вот сейчас он когда развернулся это такой уменьшенный формат опять очень прям уменьшенный намечаем нашу кружку кружка имитирует немножко тыковку не забываем о том что у кружки есть ручка то есть вот здесь вот у вас должно быть пространство обязательно для нее смотрим на верхний эллипс я повторюсь скажу да что я веду задание занятия с новичками и вот там вот мы на курсах на моих изучаем как раз таки перспективу вот это вот то что мы сейчас с вами делаем это перспектива круга то есть когда у нас что-то круглое в перспективе смотрится но превращается в эллипс то у кружки круглая донышко и когда мы смотрим на кружку в перспективе мы выйдем это донышко в качестве эллипса вот при этом вот здесь этот эллипс менее раскрыт вот здесь он более раскрыт всегда учу своих учеников об этом не забывать у меня здесь на doodle and sketch есть урок я думаю что вы его видели мы тоже там рисуем вкусняшку поскольку я в основном именно food иллюстратор вот ну по крайней репела мне конечно интересные другие темы тоже но вот у doodle and sketch у меня именно есть урок по вкусняшке так что можете меня там у них загуглить евгения лепатова и найдете вот мы нарисовали с вами сливки смотрите сливки там абсолютно такие бесформенные на референсе да мне захотелось им придать хоть какую-то красивенькую такую форму поэтому я нарисую их вот так вот с такой шапочкой прямо и вот здесь вот у нас место для яблочко значит яблочко надета на кружку соответственно ось его где располагается семечки она должна соприкасаться с окончанием кружки до чтобы не было такого эффекта что у вас яблоко надета на кружку не знаю какой-то своей частью любой но не серединой до яблоко мы то есть мы на кружку видим смотрим точнее немножко сверху да именно из-за этого мы видим побольше сливочек вот это донышко у нас раскрыто больше да то есть у нас получается линия горизонта находится вверху как бы да на все мы смотрим немного сверху поэтому соответственно мы у яблоко видим не только его вот эту светлую часть мякоть да но и часть с кожурой давайте за штриху и чтобы вам было понятно немножко здесь еще боковинку эскизы всегда рисую такие множество линий потому что это эскиз это тот самый скетч карандашный как он есть да а потом уже все это дело стираю и довожу до красивого состояния линером так наша ручка давайте ее изогнем так как нам будет лучше так как она будет лучше смотреться так мы получается здесь видим ее внешнюю сторону а здесь видим внутреннюю сторону немного и и сейчас когда линию буду делать линейный рисунок будет более понятно и нам нужно с вами превратить нашу кружку собственно в тыков куда благодаря чему это у нас получится благодаря тому что мы его здесь вот сделаем такую форму и проведем линии имитирующие эти вот не знаю складками их как-то не назовешь но наверное складки что ли на тыкве и донышко соответственно да то есть мы с вами изначально нарисовали там дно с эллипса это потому что скажем ну понятно что этой кружке все равно донышко круглое внутри нее но мы сейчас получается как бы наращиваем ей вот эту тыквенную форму так и вот здесь вот у нас с вами будут такие вот их называть и газюльки имитирующий крем ну что вот он мой эскиз вполне себе готов я думаю что у меня ручка получилось излишнее сюда как бы оттопыренная немножко но в принципе почему бы и нет она там достаточно так оттопыривается хорошо от кружки давайте я сейчас включу комментарии а вы мне прям быстренько давайте друзья плюсики поставьте если часы скидом все понятно вот если вопросов нет плюсики ставите мне в комментариях и мы движемся дальше если есть вопросы задавайте я пока что что сделаю я возьму клячку и вот это дело все прям протру так сверху то есть клячка у нас от ластик отличается чем тем что она снимает верхний слой графита замечательно графита много нам не надо если мы хотим этот рисунок потом линером обвести нам нужно снять немножко графит так друзья плюсики пожалуйста пока плюсики не поставите я не пойму что я могу идти дальше жду жду или вы уже ставили так эфир будет сохранен до эфир будет сохранен уже красиво потому что друзья мои потому что видите как бы сказать так чтобы хвастливо не выглядело потому что я знаю основы то есть очень важно чтобы если вы хотите чтобы даже ваш карандашный скетч уже смотрелся как рисунок знать основы рисования вот собственно это то что я и преподаю то есть мой самый флагманский курс это курс скетч основу это курс по рисованию маркерами и по изучении по изучению именно базовых основ то есть свет тень объем перспективы воздушная линейная фронтальная угловая но там не все так скучно самом деле там мы плюс еще рисуем различные скетчи то есть и travel и фуд и ботанику и архитектуру в общем это большой такой обширный курс но самый у меня крутой то есть восемнадцатого года его преподаю он есть у меня здесь в школе дженри партсков так вижу вижу да эфир будет сохранен в дудли давайте выключая комментарии спасибо вам за ваши плюсики я беру линер и начинаю создавать линейный рисунок давайте начнем слева направо пойдем до начнем с яблока для того чтобы не размазать ненароком рукой линию хотя в принципе линер этот достаточно такой нормальный я обычно рисовала раньше линерами touch также как маркерами до долгое время был амбассадором touch потом что-то мне это тело наскучило и мне захотелось пробовать другие какие-нибудь еще марки а амбассадор он же ну может быть вы знаете да то есть это человек который как бы представляет фирму и он естественно не имеет права пользоваться другими фирмами вот поэтому я долгое время рисовала и маркерами только маркерами touch и только линерами touch вот но в прошлом году стала пробовать что-то другой вот линер сейчас у меня видите собственно не тачевский да хотя тачевский тоже замечательные и хорошие так я здесь делаю горлышко у нашей тыквенной кружки и можно немножко второй линии наметить толщину потому что кружку достаточно такая массивная и уже переходим контуру кружки вот эти вот имитацию складок до которую мы с вами делали мы не обводим на сто процентов то свете я делаю такую прерывистую линию и достаточно тонкую то есть я не нажимаю на стилус максимально на стилус видите вот так это означает что я на ipad рисую же больше чем маркерами на линер сейчас уже будет правая часть поэтому я вернусь к взбитым сливкам значит взбитые сливки это нечто такое очень воздушная поэтому здесь я тоже делаю достаточно такую тоненькую линию и вот эти вот волны имитирующие крем да то есть имитирующие переходы от этого воздушного воздушных сливок взбитых я их тоже немножко покажу так не потерять да скажем и здесь у нас окончательная форма кружки и ручка значит с ручкой важно не запутаться смотрите мы сейчас делаем с вами контур который прямо общий контур так вот где немножко косим ничего подровняем здесь можно уже закончить нашу кружку и вот здесь нам важно показать что вот это у нас внутренняя часть ручки до а вот здесь мы видим внешнюю часть вот здесь вот внешнюю вот это внутренние с ручками вообще кстати всегда без бутылки не разберешься вот так много ли не здесь но на самом деле позволяю себе такое делать когда знаю что будет темный цвет все после линера я беру ластик и прям максимально стараюсь убрать весь карандаш поскольку как вы уже наверное знаете маркеры не для кого сейчас уже не 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 закрытая книга да что из под маркера очень сложно убрать карандаш так же как из под акварели допустим потому что маркеры это прозрачный материал не кроющий ну вот у нас с вами готов линейный рисунок отлично и теперь мы приступаем к маркерам значит если у вас односторонняя бумага то вы обязательно подложите под ложечки до либо с двух сторон если у вас также на развороте либо с одной у меня двухсторонняя бумага поэтому я не парюсь вот никаких подложек не использую давайте начнем с самого светлого это с яблока вот так интересно на айпаде когда мы рисуем а мы начинаем себя самого темного и потом добавляем светлые уже поверх а здесь всегда сама светлого я беру единственный маркер не touch в моей в моем наборе сегодняшнем это fine color цвет white g 384 поскольку к сожалению в тачах нет такого светлого желтенького всем люблю тачи за все как говорится да но за что не люблю так это за отсутствие максимально светлых оттенков смотрите у меня здесь немножко темнеет да это потому что двухсторонняя бумага то есть там немножко сейчас будет просвечивать тот скетч который у меня на оборотной стороне но по мере высыхания маркера это будет проходить я проложила маркер по краям сирицы скажем так среза яблоко да немножко оставила белого вот здесь вот вообще прям не закрашивала и теперь возьму уже touch white 38 он ведь вот этот самый светлый желтый в touch но он видите он уже прям желтый да то есть он даже когда высыхает видно что он желтый косточки прям поверх закрашиваю поэтому я не с него начинала все-таки самого светлого работаю кистью пока что как вы видите вернусь к предыдущему файн колору светлому немножко растушую и вообще сейчас очень мало раз рисую вот таким способом растушевки до лисировки так называемые ли больше рисую мазками дадим высохнуть нашему яблоку чтоб потом косточки сделать иначе немножко кстати сейчас давайте нет давайте нам мы сделаем сердцевинку у нас есть для этого бр-114 косточки пока просто делать не будем но вот для бр-114 самое то чтобы немножко это сердцевинка поплыла и опять желтый возьмем немножко растушую то есть вот этот вот эффект когда мы скажем не ждем пока маркеры высохнут да это тоже имеет место быть бр-100 я беру и добавляю вокруг все мечи пищу потемнее немножко сильно не переборщить и здесь и этим же маркером сделаю сразу черенок так вот немножко сейчас подсохнет у нас это дело и косточки сделаем давайте сейчас сделаем крем прежде чем будем делать красный красное яблоко иначе вы здесь потом начнется размывание значит что касается нашего крема крем у нас это даже не крем это взбитые сливки да он очень-очень светлый соответственно мы также берем вот этот маркер вай g384 который использовали для яблока и совершенно не заморачиваясь с какой-то там супер-пупер формы этого крема добавляем маркер на некоторые места больше всего на те места которые у нас немножко в тени скажем да давайте зададим что свет у нас в нашем скетче будет светить слева сверху это такой базовый свет то есть все то что слева у нас будет освещено все то что справа у нас будет в собственной тени и соответственно тень будет вниз падать в правую сторону до так а также я здесь добавлю еще маркер wg 05 вон грей самый самый светлый серый теплый серый на опять же теневые такие моменты я напомню вам что у нас скетч да то есть мы рисуем наше впечатление от этого десерта мы не занимаемся сейчас реалистичной фото иллюстрации дамы не вырисовываем все складочки этих взбитых сливок мы показываем образ есть вопрос у нас уже там кстати если у вас есть вопросы я их мы могу видеть пока отключен чат в справа от комментариев там есть вопросник такой можете туда задавать спрашивать с каким хэштегом публиковать работу вы можете публиковать работу с моим хэштегом дженри партии нижнее подчеркивание онлайн прям обязательно публикуйте что касается дудлов то давайте я сейчас у ребят спрошу какой хэштег нам использовать потому что я к сожалению не знаю если у них какой-то хэштег для уроков давайте им сейчас напишем вот так вот какой хэштег все подождем что они нам ответят вы можете публиковать сейчас stories пока рисуете отмечать меня дженли книжная дженли . арты и я потом с удовольствием у себя stories показываю тех кто со мной рисовал так значит мы с вами закончили вы здесь да возьмем сейчас еще wg 1 то есть у нас был 0 5 а сейчас одни ручка добавим еще чуть более контрастные тени потому что маркеры имеют способность выцветать у него цветать скажем а высыхая высветляться вот так вот выцветать они тоже умеют ну вот вполне уже объемники такие сливки согласитесь у нас получаются да но плюс мы сейчас сливки еще скажем так оживим тем что добавим сюда карамель там же еще карамель она правда выглядит какими-то кусками наваленной поэтому мы сделаем ее какой-то такой более красивый возьмем для этого вай р-21 в тачах и пустим такие вот дорожки смотрите дорожка а здесь допустим капелька здесь так вот по капелькам тоже немножко потом можно еще допустим вот сюда вот в бухточку в эту до влажбинку положить и прямо вывести сюда вот повести так вот здесь здесь добавить все это дело разбавляем еще немножко вот такими точечками давайте вот сюда еще пустим дорожку как будто мы полили карамелью так добавляем еще сейчас желтый white 37 по краям вот этих наших дорожек если вы на карамель посмотрите да то вы увидите что она в каких-то местах более светлая и там соответственно так как она ложится на светлый объект да на наши биты взбитые сливки то там она немножко в желтый превращается но внутри у самих этих дорожек мы с вами тоже должны сделать потемнее мы для этого возьмем бр-100 свет у нас слева значит дорожки подтемняются справа потом еще белой гелевой ручкой да не до них на них добавим блики когда уже у нас все будет закончено и все будет высохнуть туда все будет высохнуть туда все будет высохнет вот мы добавим еще блики такая вот имитация карамельки ну вот и мы с вами уже собственно подходим к нашей кружки для кружки мы будем использовать целый набор оранжевых оттенков значит у нас здесь смотрите начинаем с wire 33 это такой melone yellow желто-оранжевый кружка у нас глянцевая она имеет очень крутые блики мы с вами опять же не будем заморачиваться прям отражением тут в ней да но мы обязательно оставим вот здесь вот два таких шикарных блика и для начала мы как раз таки их обойдем вот один и 2 то есть вот эти места мы закрашивать не будем вообще не будем все остальное мы берем и закрашиваем нашим ваер 33 здесь смотрите я использую широкое пиро то есть когда мне нужно закрасить что-то максимально большое большое пространство я использую вот это широкое пиро опять же здесь смотрите перехожу в более тонкие места если как бы при наловчились уже до к перу то можете им пользоваться и в тонких местах в узких местах да если еще нет то можно естественно переходить на кисть то тут у меня опять начинает просвечивать тот скетч который у меня внизу так что вы не переживайте будьте внимательны не закрасьте эти два блика они прямо очень-очень важны все тыкву мы не будем наш украсить этим маркером да потому что у нас она там в тени дальше мы здесь вот покрасим вверх и все не будем тратить дальше мы возьмем у ваер 24 следующий по по своему тону да то есть чуть более яркий чуть более темный и добавляем уже им скажем так тени да то есть все места где у нас есть более контрастное затемнение я немножко суховат этот маркер у вас может чуть-чуть быть ярче и собственно как вы видите я не день чего не растушевываю я не буду сейчас их стушевывать как вот они ложатся мазками так и буду их оставлять чтобы было поживописнее я поменяю на кисть потому что у меня перо подсохла кисть еще не не высохла перо подсохла здесь оставлю небольшой шаг светлый не буду всю закрашивать вот здесь смотрите мы берем и получается как бы должны закрасить конечно всю бы желательно кружку здесь вот этим оттенком но у меня он видите суховат я боюсь что мне не хватит его все закрасить поэтому я и с ним уже закончу возьму следующий по тону в принципе это не критично будет ваер двадцать три и также начинаю здесь да то есть прокладываю получается каждый последующий оттенок в те же самые места в которую я уже прокладывала предыдущие но чуть более чуть менее скажем по площади за занимая наша кружечка имеет получается в пуклости скажем тогда и выпуклости то есть вот это вот каждой из этих частей она такая полукруглая соответственно мы здесь работаем с ними как с чем-то сферическим то есть как с шариком да у нас соответственно слева будет светло потом мы прокладываем объем затемняем справа вот что я сейчас делаю и нас потом еще больше здесь будет тень здесь опять же вот эту часть почему я оставляю немножко светлую потому что вот в этой дольки это самое светлое место что свет у нас слева светит справа уже все начинаю водить в более темный оттенок это вот все опять же то о чем я вам говорила да о об основах то есть это основа света тени если вы хотите рисовать хорошие вещи и более того больше всего хотите рисовать из головы то есть вот сейчас по сути я на референс уже и не смотрю рисую больше уже из головы потому что знаю как рисовать знаю как будет располагаться тени и света на таком предмете так дальше мы не ждем берем следующий оттенок wire 211 такой вот это очень не очень яркий оранжевый такой даже сказала красно-оранжевый я люблю этот оттенок прямо прямо для меня такой настоящий оранжевый добавляю видите опять же его места самые же такие контрастные темные вообще самая тень на кружке у нас будет вот здесь вот то есть опять же видите как как каждый из этих долек имеет сферическую форму да также и вся кружка естественно целиком имеет сферическую форму то есть соответственно мы должны не забывать что она у нас слева будет светлее дальше у нас идет полутень тень и небольшой рефлекс то есть вот здесь она будет чуть чуть посветлее чем в сердцевине своей при этом мы не забываем с вами про низ да пусть не затемняем вот сюда я сейчас добавлю wire 24 немножко затемню чуть-чуть то есть это место не должно спорить со светом но все-таки должно быть менее ярко и так и теперь я беру wire 21 это самый темный такой оранжевый терракотовый тот который мы с вами делали на взбитых сливках карамельку он на самом деле только кажется таким темным первоначально а потом он как и все маркеры становятся светлее вот его я немножко все-таки растушую wire 201 211 чтобы более мягкий такой переход получился и еще возьму wire 23 здесь тоже немножко растушую так снова wire 211 я взяла прямо такие еще смазки добавлю здесь если на ручку зайдете не беда ручка у нас коричневая в любом случае будет поэтому не парьтесь как говорится вот оно наше самое такое контрастное темное место wire 23 еще возьму или здесь вот сути и вот тут по сути сейчас это дело все высохнет к поверьте захочется еще добавить оттенка поэтому я прям уже знаю и сразу возьму бр-100 немного добавлю его то есть он чуть-чуть темнее вот этого wire 21 я его немножко сюда добавлю ну вот смотрите какая у нас классная кружка получилось очень такая контрастная четко мне прям очень нравится давайте сейчас вернемся к яблочку и сделаем ему кожуру я для этого буду использовать r3 закрашиваем аккуратно кожуру так и я еще чтобы здесь вот эта линия тонкая не была такая черная да я добавлю кожуру немножко вот сюда еще и семечки для семечек мы используем с вами темный коричневый у нас есть бр-98 и этот же бр-98 немножко в черенок добавим для объема так у нас с вами почти все готово осталось ручка и тень от кружки значит что касается нашей ручки для ручки мы будем использовать простите давайте мы сейчас скажу немножко объем не сделаем r2 у меня есть маркер такой винный и мы справа от тем не то есть у нас же яблочко как бы такое объемное да соответственно вы здесь освещено вот здесь тоже на выпуклых частях а вот эти части они сходят уже в тень мы берем бр-91 и сейчас будем делать ручку но вы знаете если на нее посмотреть на референс это вы увидите что у нее есть также блики потому что она глянцевая да в первую очередь на ней есть оранжевый блик поэтому мы возьмем вайр 33 нет давайте вайр 23 и вот в этом месте проложим оранжевый такой момент так и вот после этого возьмем бр-91 и смотрите здесь пойдем внимательно значит внутренняя часть ручки темная полностью закрашенная мы ее даже немножко видим вот со стороны она вот сюда вот у нас приходит внешняя часть ручки вот в этом месте мы оставляем блик такой светлый то есть не закрашенное место все остальное мы закрашиваем то есть у нас же с вами керамическая кружка да ну все остальное смысле кроме вот этого оранжевого рефлекса да тоже на же с вами керамическая кружка и соответственно она состоит вся из бликов из отражений да и ее материализм вот этот материалистика ее до материал показывается именно за счет чередования таких светов теней и рефлексов и отражений то есть вот это вот у нас отражение от кружки а этот свет такой яркий то этому всему я кстати учу еще на своем курсе скетч текстуры которые после скетча снов идет тому же материалистику изучаем br98 я снова беру и сейчас буду затемнять тени то есть казалось бы что ручка же и так вроде как темная да но естественно для того чтобы ей придать объем мы дополняем ее тенями в основном по низу и справа и в всех местах где она крепится к чашке к этой кружки вот она ручка видите тут буквально сделалась за всего ничего за минуту да наверно вот такая вот красивая и сейчас мы с вами еще сделаем падающую тень то сейчас наша кружка она витает в воздухе никогда не советую так оставлять это просто ну нереально так не бывает поэтому мы с вами сделаем от нее падающую тень так как у нас свет слева значит падающая тень будет падать вправо мы берем в g wg 05 вам грей и добавляем первую тень чем говорю первую потому что она самая светленькая поменяю на кисточку чтобы у меня тень плавненько сходила на нет то есть с помощью кисти мы можем делать вот такие мазки которые помогут нам свести тень на нет так дальше мы берем wg 1 и начинаем прокладывать его в то же место куда прокладывали первый маркер но уже то есть видите я не закрашиваю здесь на всю первую тень да я немножко сужаю периметр этой тени wg 3 то есть еще более темный маркер чем ближе тень к предмету тем она темнее то есть самая темная тень падающая именно под самим предметом вот для этого у нас есть wg 6 вот в эти места вот его я немножко растушую возьму предыдущий номер три вот так вот стушу немножко видите на кружку он потек не беда кстати кружка должна отдавать рефлекс немножко на поверхность на которой она стоит поэтому мы возьмем с вами wire 33 который мы базу вот сюда накладывали до оттенка и добавим этот свет немножко сюда в нашу тень так вот что у нас получается мы почти почти уже закончили давайте знаете что добавим добавим немножко вот этой вот карамели сюда может быть это не карамель может это какая-то еще посыпушка там такая интересная не знаю как бы что там может знаете как оставляем додумывать до наших зрителей wire 21 возьмем просто с этими точечками будет даже еще более красиво выглядеть более так творчески вкусно как будто вот эта карамель она куда-то сюда там заходит еще не 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 забываетесь да и возьмем еще темный коричневый давайте прям в r98 возьмем нет в r100 и чуть-чуть в эти же места я добавляю просто как бы все лицевину до их ну вот у нас с вами собственно почти все готово дело за гелевой ручкой но важно чтобы гелевая ручка накладывалась только в те места в которые у вас уже маркер высох то есть вспоминаем да вот допустим наши зернышки у яблоком сделали уже очень давно поэтому можем на них вот такие блики уже добавить вот эту вот часть яблоко да в частности его кожуру тоже сделали давно можно небольшие такие блики сюда пустить карамель тоже уже сто лет назад нарисовали давайте теперь блики свет у нас слева соответственно вот эти все светлые части на карамельки тоже будут слева вот на этих точечках которые мы поставили мы не будем делать блики какие-то там специальные да можно где-то на креме их поставить мы сделаем их на кантики нашей кружки на кантики на ободке и немножко вот на этих выступающих местах добавим можно добавить прямо вот такие точечки это так иллюстративно получается и красиво вполне добавим дополнительный блик на наши ручки можно даже и по тени чуть-чуть так пустить знаете как воздух до чтоб гулял где-то если что-то у вас выползла за границу белой гелевой ручкой вполне можно подтушевать и все друзья мои на этом наша вкусняшка готова давайте я включу комментарии ну что напишите пожалуйста как вам понравилось ли рисовать со мной вкусности не забывайте заходить ко мне добавляться в друзья ко мне в гости g&lip.art и в мою школу конечно же заходите g&lip.art нижнее подчеркивание school публикуйте свои работы с хэштегом g&lip.art нижнее подчеркивание онлайн и сейчас давайте посмотрим может быть еще наши товарищи дудлы ответили с каким хэштегом у них уроки пока не вижу я думаю что вы можете просто doodle and sketch написать да то есть это хэштег ребят doodle and sketch прямо без нижней подчеркивание без всего просто doodle and sketch слитно и они тоже найдут там ваши работы это видео я обязательно сохраню если у вас сейчас есть какие-то вопросы ко мне задавайте у нас еще есть время я с удовольствием на них отвечу приходите ко мне учиться на курсы приходите на занятия мои на мой урок в doodle and sketch вот курсы то есть в дудлах у меня есть один мастер-класс а в школе в дженли подску у меня есть целые курсы вот так давайте почитаю очень здорово очень понравилось я рада публиковать наши работы будете так смотрите я не знаю публикует ли их doodle and sketch но я работы с мастер-классов люблю публиковать у себя в профиле в stories темы с 3 классы которые как бы касаются моей школы я публикую обычно в школьных stories но вот недавно проводила прямой эфир по капкейку хэллоуин скому и публиковала работу себя в профиле поэтому если ваша работа красивая чудесная прекрасная и вы отметили на работе меня до написали что вы со мной рисовали поставили вот этот хэштег то есть именно по этому хэштегу я вашу работу найду то я с удовольствием stories вашу работу покажу спасибо спасибо вам спасибо друзья здрасте у вас художе на образование да у меня есть архитектурное образование друзья я заканчивала художе на школу в свое время да я заканчивала после этого художе на их институт давайте кстати я могу вам показать свой скетчбук вот этот в котором сегодня рисовала раз уж мы с вами а это скетчбук в котором десерты или ведь как удачно это курс скетч десерт и у меня есть такой есть курс скетчфуд и есть курс скетч десерт еще отдельно могу вам показать что мы там рисуем вот так что я заканчивала архитектурный университет то есть первые три курса мы рисовали а дальше у нас уже пошло собственно проектирование и так далее но архитектором я поработала буквально четыре года и поняла что для меня это скучно неинтересно и черно-бело скажем да бесцветно и поэтому я ушла в рисование то есть долгое время рисовала на заказ рисовала именно фут иллюстрацию в большей степени а потом сосредоточилась именно на преподавании то сейчас я рисую очень много для себя о видите какой товарищ как это посередине фут скетчбука это кстати тоже из урока это мы рисовали в прямом эфире с у меня в профиле вот в основном рисую для себя и создаю курсы по рисованию то есть учусь для себя да учусь для своих учеников чтобы делиться новыми знаниями вот это я люблю ведь какая прям видите что делают блики до чудеса творят у сразу видно что фрукты такие прям сладкие и сочные в карамельке краса да это все курс скетч десерты то есть это как раз те иллюстрации которые мы там рисуем я получается по ним уроки снимала и вот они здесь теперь у меня остались там суть просто в том этого курса что там получается десерты народов мира как бы да то есть там получается тут американский французский это чешский да это тордельник товарищ попугай это наш счастливой пасхи это чё там бельгийские вафли это наш опять же фатрушечки это французский опять же эклер это джелата из италии это итальянский опять тирамису ну это просто такой знаете вводный урок там есть в десертах вот а кстати вот здесь еще есть гранаты гранаты тоже этому рисовали в прямом эфире у меня по ним есть мастер-класс такой так что вы тут еще пишите ничего если завтра или позже зальем в профиль друзья хорошо бы завтра ну то есть сегодня завтра поскольку я обычно в stories показываю работы только в течение суток вот потому что вы сами понимаете да чтобы они как бы связи не терялись с теме stories которые у меня есть в которых я рассказывала про мастер-класс там про этот чтобы не было это как снег на голову так спасибо за скетч подскажите какие маркера можно заменить светло-желтый fine color ну вот ведь и вот в тачах к сожалению только white 38 вот этим то есть это самый светлый желтый вот в копиках есть по моему тоже такой есть у вас есть копики сейчас посмотрим в копиках можно взять g20 допустим да вполне себе яблочко больше то будет такой зеленоватый немножко оттенок иметь можно взять е400 принципе для яблока можно взять вот white g400 вполне тоже но это если в копиках а больше у меня остальных выкрасок и нет я вот рисую либо тачами либо файнами либо копиками на какой бумаге вы рисуете это у меня скетчбук с двухсторонней бумагой мой авторский скетчбук в свое время я уже повторюсь да их выпускала сейчас я рисую в скетчбуке малевич это вот такой с бумагой брестоль она ведь и менее ярко белая чем вот это я все-таки люблю более такую белоснежную то есть для маркеров да допустим для карандашей цветных я люблю больше вот такую желтоватую бумагу ну вот я мне понравился вот этот скетчбук брестоль кстати знаете чем смотрите то есть если вы здесь вот тень поплыла в моем да вот скетчбуке поплыла на тыкву то вот здесь вот тень не плыла никуда и вообще здесь расплывание было минимум то есть бумага хоть она и не белоснежная но она очень хорошая мне понравилась это вот такой вот скетчбук от малевич мозгу макс гудве тоже люблю кстати с двухсторонней бумагой у них люблю вот друзья мои ну что если у вас больше нет никаких вопросов я тогда буду завершать наш с вами эфир буду сохранять его здесь в айджи тиви спасибо вам большое что вы пришли сегодня со мной порисовать мне прямо дико радостно что вы с вами уложились в час потому что обычно в своем профиле это у меня знаете вот часа на два а то и три бывает мы рисуем когда рисуем допустим на айпаде мы тут недавно рисовали вот этот вот капкейк такой знаете у нас battle был то есть я рисовала сначала в первом эфире на маркерами то а потом во втором эфире я рисовала этот же капкейк сейчас покажу но маркетими стилусом вот видите то есть я рисую еще и на айпаде и в основном сейчас рисую на айпаде у меня скоро будет марафон классный такой акварельный но у меня картинки по нему на другом айпаде потому что есть ipad pro ipad mini вот такой вот вот в общем спасибо вам большое за то что вы пришли так еще есть вопросик здрасте скажите у вас скетчбук размер какой у меня 15 на 15 удобно ли рисовать в этом скетчбуке да вы знаете это мой любимый размер как это знаете мой любимый цвет мой любимый размер да то есть вот 15 на 15 прям для меня идеальный я люблю еще 20 на 20 у меня есть такой скетчбук для ботаники если еще сколько время есть вот видите он уже большой сюда даже не войдет могу вот так показать это уже 20 на 20 вообще квадратный формат я люблю больше чем прямоугольный вот здесь у меня живет ботаника это собственно иллюстрации с моего курса скетч ботаника то есть то что мы там рисуем я его просто завела именно для ботаники вот это моя самая любимая смотрите сейчас так могу показать поближе все этому я учу уже сама вас с удовольствием научит вот прямо мой цветочек у меня был это был скетч в ботаническом саде я ходила рисовала в общем квадратные форматы очень люблю поэтому прямо советую от души иногда вот на таком большом прямо очень хочется порисовать знаете прям вот так о видите гранат это сначала были здесь потом я проводила прямой эфир и рисовала уже в более маленьком скетчбуке на ладоннике изначально они были вот здесь это тоже был прямой эфир я все свои прямые эфиры которые у меня проводятся в профиле я их сохраняю и они продаются у меня в школе как отдельные мастер-классы вот это кстати один из популярных мастер-классов и рис не входит в курс ботаника но он есть просто отдельные мастер-классы а это я рисовала для моего закрытого клуба то есть у меня помимо школы есть еще закрытый творческий клуб для которого я каждый месяц вы выпускаю специальные секретные уроки которых нет в школе и которые нельзя купить в школе вот можно только посмотреть в моем клубе но вот так друзья мои давайте верну ну что у нас остается буквально с вами четыре минутки до окончания эфира давайте тогда уже теперь когда дубль три все теперь точно прощаемся для того чтобы мне удалось сохранить эфир потому что если мы с вами зайдем за час дату instagram нас выбросит и не разрешит нам сохранить эфир вот а все те кто не были сегодня на мастер-классе они расстроятся поэтому всем спасибо все свободны пока а